Ливень стал подарком природы десантникам. Голубые береты сегодня отмечают свой главный праздник. И накануне в городе отключили все фонтаны, чтобы десантники не купались. Традиции празднования Дня ВДВ это не нарушило. Егор Хвисюк провел бок о бок с бойцами крылатых войск и теперь знает все об их гуляниях. С самого утра на парковке начинают собираться машины. Из окна каждой выставлены голубые флаги с зеленой полосой. На большинстве изображен желтый парашютист. Некоторые дополнены летучей мышью, знаком разведки. Некоторые изображением ветерана. Среди людей в голубых беретах и тельняшках Константин Краснов. Четыре года назад он поступил на службу в воздушно-десантные войска. Уверяет, это изменило его жизнь. На парковку приехал с женой и маленьким сыном. Специально, чтобы принять участие в автопробеге десантников. Он важен в первую очередь для мужа и для нас он важен. Он служил, и я его ждала. Потом вот ребенок у нас родился. Южноуральские бойцы воздушно-десантных войск отмечают свой главный праздник. В области голубых беретов около 10 тысяч. Ранним утром автоколонна проносится по Челябинску. Остановки делает у ключевых для воздушного спецназа точек. Первое – монумент «Боевая машина десанта». Здесь чтут память погибших сослуживцев и возлагают к мемориалу цветы. Слава ВДВ! Ура! Слава ВДВ! Антон Ильи – ветеран конфликта в Чечне. Грудь увешана орденами. Челябинский праздник отмечает первый раз. Раньше встречался со служивцами в других регионах. Уверяет, ВДВ – большая семья. Рядом с боевыми товарищами всегда чувствует себя как дома. Близких таких друзей, знакомых нет. Но сейчас, я думаю, познакомимся. Мы вот в Тюмень в этом году ездили на встречу со служивцами. Как бы там все мои. Тюменская область, Курганская, Оренбург, также Сибирь, Новосибирск. Солнце в зените и бойцы крылатых войск собираются на главной площади города. В торжественном построении принимают участие более тысячи человек. Ветеранов награждают торгенами за патриотическое воспитание молодежи. Знаки отличия получают участники афганского конфликта. Поздравляют десантников с праздником, самый юный и самый пожилой бойцы – курсант из Рязани и ветеран Великой Отечественной. Для южноуральцев в голубых беретах показательное выступление устраивают воспитанники школы патриотического воспитания. Сами десантники в шутку называют себя войсками дяди Васи в честь самого первого из десантников Василия Маргелова. Именно он стал основателем тех принципов, которыми и по сей день руководствуются десантники. Быть всегда первыми, быть самыми отважными и самыми храбрыми. Принципы, заложенные первым из десантников в 1930 году, отражены в девизах «Выше только звезды, никто кроме нас». Именно основателя ВДВ первым вспоминают при возложении цветов к вечному огню. Традиции заложены самые-самые, что ни на есть насущные, которые действительны по наше время. И я думаю, что те, которые были заложены им, они передаются из поколения в поколение. Тем более теми людьми, которые служили в ВДВ. На этом официальная часть праздника заканчивается. Десантники уезжают гулять по паркам и скверам. Чтобы день прошел без серьезных происшествий, в наиболее популярных местах гуляний дезурят сотрудники полиции. Всего более 150 человек. А фонтаны в городских парках и скверах отключены. Егор Хвисюк, Евгений Чекалов, ОТВ.